За назначением трудовой пенсии по старости имеют право обратиться мужчины, достигшие 60 лет, и женщины 55, при наличии не менее 7 лет страхового стажа. Именно в этот момент обращения потенциальные пенсионеры часто сталкиваются с серьезной проблемой, когда всю жизнь трудился добросовестно, а заслуженные пенсионные выплаты не полагаются. Особенно тяжело придется тем людям, которые работали и продолжают работать у частных предпринимателей без оформления по трудовому законодательству. Действует система индивидуального персонифицированного учета. Если вам сделают запись в трудовой книжке или дадут договор хоть с тремя печатями, но при этом в пенсионном фонде за этот период будут отсутствовать сведения о стаже, зарплате, начисленных взносах, уплаченных налогах, то этот период вам засчитан в трудовой стаж не будет. В то же время, если вы не предоставите трудовой договор, не предоставите трудовую книжку, а вместе с тем на лицевом счете у вас такая информация будет, то обязательно этот период будет взят при расчете вашей пенсии. Впрочем, выяснить, начисляется ли пенсия и передает ли данный работодатель весьма просто. Достаточно зарегистрироваться на сайте Пенсионного фонда России или Госуслуг. В личном комбинете отображены все данные о перечислениях, которые были сделаны раньше. При помощи специального калькулятора можно вычислить, какая пенсия положена человеку на данный момент. Но самое важное то, что здесь можно отслеживать количество баллов и свой текущий стаж. Это в первую очередь касается людей среднего возраста, ведь в 2025 году условия при выходе на пенсию изменятся. С 2025 года для того, чтобы выйти на пенсию по старости, нужно будет иметь стаж 15 лет и 30 баллов. Что такое баллов? Стаж понятно. Что такое баллов? Значит, заработная оплата, получаемая в размере МРОТа, минимальный размер оплаты труда, в течение всего года дает 1 балл. Значит, вы можете уже сориентироваться, какую зарплату нужно получать для того, чтобы накопить эти баллы и стаж и получить право для выхода на пенсию. К сожалению, так сложилось и у разных обстоятельств, что неформальная занятость – это такое явление, достаточно распространенное в нашей стране. Теперь же таким гражданам предложено задуматься, потому что не имея нужного объема стажа, количество стажа и баллов, гражданин будет выходить на пенсию на 5 лет позже. В первую очередь о будущих выплатах стоит задуматься молодежи. Ежемесячный контроль за пенсионными поступлениями в личном кабинете – это единственная возможность следить за отчислениями работодателя. Более подробную информацию можно узнать на сайте Пенсионного фонда.